В Москве подвели итоги всероссийского конкурса Лига лекторов, кому достался приз полмиллиона рублей. Самым юным, конечно, был мой коллега, это Рамиль Боговиев. Какие интерактивы с опытами проходят в рамках пронауки в Казанском федеральном университете? Обратите внимание на скорость моего вращения. Я вращаюсь достаточно медленно. Сейчас я свожу руки вместе, коси вращения, и скорость моего вращения заметно возросла. Всем привет! В эфире Универнюса в студии Тагмина Мадатова. В зеленом зале главного здания Казанского федерального университета состоялась конференция регионального отделения Общероссийского народного фронта в Республике Татарстан. Встреча прошла в гибридном формате. Часть гостей присутствовала очно, другая – посредством видеоконференции. Обсуждались отчетно-выборные, а также организационные вопросы. Напомним, что прошло уже 10 лет с момента образования ОНФ по инициативе президента России Владимира Путина. С момента основания Общероссийский народный фронт сосредоточился на важнейшем для развития гражданского общества направлении работы. Миссия реализовалась в большом количестве мероприятий. В Москве подвели итоги Всероссийского конкурса «Лига лекторов». Победители получили полмиллиона рублей. Столько же достанется финалистам следующего сезона, регистрация на которой уже началась. Подробности в следующем сюжете. Из более 2,5 тысяч заявок «Лиги лекторов» 500 человек прошли этап видеолекций и получили возможность выступить перед аудиторией на площадках ведущих вузов страны. 100 финалистов были приглашены в Москву для подведения итогов конкурса. Рухнул стереотип о том, что современному поколению молодежи и подростков сложные лекции неинтересны. Что это поколение, выросшее на формате ТикТока, где если ты хочешь, чтобы тебя слышали, у тебя есть 30 секунд. Ребята очень хотят откровенного и честного разговора. Они готовы слушать очень серьезные и сложные темы, увлеченно слушать. Но вот здесь та самая искренность, им нужен незаученный текст, им нужны горящие глаза, им нужно видеть людей, с которых они могут брать пример. Запрос аудитории на молодых и энергичных экспертов повлиял на возраст участников. Более половины заявок поступили от лекторов в возрасте от 18 до 35 лет. Самым юным, конечно, был мой коллега, это Рамиль Боговиев, он институт ИМИМ. Он, к сожалению, не выиграл бы этот, но очень достойно представил свою лекцию на финале. И мы с ним вдвоем приехали, ему 19, мне 23. Мы вот так смотрим на профессоров, на кандидатов наук, на крупнейших предпринимателей страны. Там были программные директоры, скиллбокс, кого только не было. Свой выигрыш в полмиллиона рублей Ильнур Хазипов планирует потратить на запуск университета микрокурсов для студентов. Пилотный проект появится уже в феврале. Конкурс Лига лекторов станет постоянным и будет проходить каждые полгода. 1 декабря стартовал прием заявок для участия в новом сезоне проекта. Ариатна Кугушева, Фарид Захитаглы, Универньюз. В шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета состоялось ток-шоу «Активное студенчество говорит нет коррупции», приуроченное к Международному дню борьбы с коррупцией. В университете проводится большая, во-первых, работа в рамках именно по борьбе с коррупцией, противодействию коррупции. Потому что ректор университета, во-первых, сам всегда именно призывает и сотрудников, и студентов не поддаваться к коррупционным проявлениям и очень серьезно к этому относиться. Приглашено большое количество экспертов разных из аппарата президента, из других вузов. Сегодня как раз студенты услышат те оценки, как данная работа проводится в России, что делается. И думаю, что данное мероприятие будет очень для них полезно. В рамках научно-популярного проекта «Про наука» в КФУ проходят различные интерактивы с опытами. Подробнее о них мы расскажем в следующем сюжете. В Казанском федеральном университете завершается 13-я серия научно-популярного проекта «Про наука» в КФУ под названием «Ночь великих». Участники «Про науки» могли посетить научно-популярные лекции наших и приглашенных ученых, мастер-классы, а также насладиться демонстрацией опытов и экспериментов. А студенты-представатели продемонстрировать свои интерактивы с опытами. Расскажем лишь о нескольких из них. Химический институт имени Бутлера в Казанском университете показал ряд экспериментов. Один из них продемонстрировала студентка 4-го курса Виктория Шульга. Химический опыт носит название «Вулкан». Свой интерактив провел и Институт фундаментальной медицины и биологии КФУ. Один из опытом назывался «Экспериментальный способ изучения работы сердца». Прибор, который был представлен, носит название «Установка по изучению изолированного сердца» методом Лангендорфа. Метод позволяет выделить сердце млекопитающему вместо крови снабжать его сложным раствором. Данный метод исследования позволяет изучать влияние различных биологически активных веществ. Мы видим регистрацию различных параметров работы сердца на компьютере. Мы видим регистрацию силы сокращения. Опосредованно по регистрации силы сокращения мы можем судить о частоте сердечных сокращений, а также есть в красном обозначены сигналы, по которым мы можем судить о кровообращении сердца. Сердце имеет сосуды, которые носят название «коронарные». На основе того, насколько хорошо работают эти сосуды, можно говорить о питании сердца. Институт физики КФУ также принял активное участие. В одном из экспериментов доцент кафедры общей физики Рустам Доминов с помощью скамьи Жуковского продемонстрировал свое вращение на скамье с двумя массивными гирями, каждый из которых весит по 8 килограмм. Разведя руки в стороны, он начал эксперимент. Обратите внимание на скорость моего вращения. Я вращаюсь достаточно медленно. А сейчас я свожу руки вместе, коси вращения, и скорость моего вращения заметно возросла. Разводим руки в стороны, скорость вращения уменьшилась. Сводим руки, скорость возросла. Закончив эксперимент, он обратился к зрителям с вопросом, почему при сведении и разведении рук с гантелями скорость уменьшается или возрастает. Все институты Казанского университета активно принимают участие в научно-популярном проекте. Пронаука – это исключительный и оригинальный проект КФУ, который вдохновляет на новые открытия. В Казанском федеральном университете разработали мобильное приложение для изучения русского языка. Приложение поможет пользователю в отработке произносительных навыков. Обучение состоит из 11 уроков. В конце каждой практики пользователь ожидает проверочный тест. Такая образовательная программа была составлена по уже имеющимся учебным материалам с подготовительного факультета Казанского федерального университета. Вышел альбом Оксимирона «Красота и уродство». Подробнее в нашем следующем сюжете. Рэпер Оксимирон, настоящее имя Мирон Федоров, выпустил первый за 6 лет альбом «Красота и уродство». Обложку альбома вполне можно считать как иллюстрацией к названию, так и чем-то абсолютно посторонним. Автором обложки значится Борис Гребенщиков, а значит градус коллективного обсуждения стал еще выше. Ну что ж, Оксимирон вернулся, послушал новый альбом, и я впечатлен. Понравилось то, что, во-первых, вернулся старый Окси. Старый Окси образца 2060-х годов, начало 2060-х. Это стекает агрессия, которая раньше была тоже, она снова присутствует здесь, но при этом видно, что Оксимирон стал мудрее. Оксимирона нередко называют рэпером для интеллектуалов, а огромное количество разного рода культурных гиперссылок в его текстах в хип-хоповой среде ему скорее ставят в вину. Первая же из 22 песен упоминает Сергей Курехин, Демна Гвассалия, Йозеф Бойс и еще множество персон, которых не каждый идентифицирует без википедии. Что по Мирону Яновичу можно отметить? Вот раньше, вот раньше, да, что было? Было невероятно красиво, был смысл, была идея, была красивая музыка. Сейчас чего-то вот этого одного не хватает. Да, там может быть офигительный смысл, офигительная читка, красивая музыка, хотя с этим можно поспорить. Новый альбом Оксимирона хорош тем, что он здесь разный. Если предыдущий альбом «Горгород», вышедший в 2015 году, был с законченной историей в выдуманном мире, то в красоте и уродстве автор словно дрон, то поднимается над реальностью на высоту птичьего полета, то скребет по асфальту, то мигом проносится сквозь метафоры, заголовки и теги. Амир Ахтямов, Универньюз. На этом все. В студии была Тагмина Мадатова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok